Спайсы сохранилось, ребятки! И это снова я. Это видео выходит поздно, может быть, даже уже за полночь, и, соответственно, номинально это уже следующий день. Но это не так важно. Главное, что так или иначе удался, удался запуск этого шоу, этой передачи. Именно так он и удался, как я хотел. То есть он был действительно принят большинством, как моя персональная передача, в которой нет ничего, кроме моих мыслей и моего желания с вами поговорить. Мне было приятно, что были ребята, которые сказали, что им приятно слышать, как они это назвали, «высокий говор». Это написал конкретно «Love is something I fight». «Love is something I fight». Написал «Мне нравится этот высокий говор, в этом есть нечто новое для твоего канала, да и видно развитие тебя». Мне очень приятно это слышать, потому что я именно задумывал эту серию выпусков, которая неизвестно, как долго продлится, как возможность продемонстрировать тем, кто хочет это видеть, как от выпуска к выпуску что-то меняется. Возможно, я начинаю лучше подавать свои мысли, возможно, я начинаю рассказывать что-то более интересное, как-то расту над собой. Вот сейчас я снимаю в такой более-менее домашней, обычной для меня обстановке, а потом, возможно, я перемещусь там на какой-нибудь специальный фон. Я, может быть, хотя вряд ли, начну писать сценарий, играть на камеру, делать еще больше жестов, чем делаю сейчас, творить разнообразную ересь. Нет, ереси не будет. Ересь — это в прошлом. Нет, возможно, когда-нибудь нам захочется, но явно не сейчас. Также спросил Сенегава Кун. Сенегава Кун спросил, почему мы выпускаем так мало роликов. Ну, Сенегава Кун. Мы стараемся. Вот сейчас я начал эту серию, и я надеюсь, что она будет длиться довольно долго, и я действительно не собираюсь ее прерывать. Так что это будет такая полномасштабная серия. Вот роликов становится больше Сенегава Кун. Можешь поесть удона на радостях. Хотя вряд ли ты, японец, скорее ты любишь аниме, я одобряю это лучше, чем спайсы. Евгений Герц как раз сказал, что больше спайсов. Если как моя передача, Евгений Герц, я постараюсь. Если спайсов как спайсов, то это его личная забота, но у метро, рядом с которым я живу, есть надпись на земле, там есть номер. В принципе, спайсы достать несложно. Но это не пропаганда спайсов. Спайсы это плохо. Сегодня я коротко расскажу о сути моего социального эксперимента, помимо роста над собой от ролика к ролику. Я начал эту серию, как только я удалился из ВКонтакте. Я удалился оттуда, и я совершенно не жалею. То есть для меня стало в какой-то момент четко ясно, что это не общение, это симулякор. Это отнимает время, отнимает у тебя энергию и дает тебе взамен крохотную иллюзию того, что ты находишься в обществе. Хотя на самом деле ты сидишь и втыкаешь в монитор, портишь зрение, и все такое. Но на самом деле просто теряешь время. И если часть из этого, это действительно очень полезное и удобное упрощение общения, то есть не нужно не писать смс и тратить деньги, не что-то такое. Да, плюсов много, но гораздо больше времени отнимает просмотр видео, которое никак не повлияет на ваши жизни, просмотр каких-то смешнявочек, картиночек. Многие сидят на пабликах, которые, опять же, ничего им не дают. Вот, например, многие мне на слова о том, что паблики это деграданская хрень, говорили о том, что есть такие паблики, типа интересные факты, знаете ли вы, мол, как же интересно. Ну а что вам дают эти факты? Это все равно, все равно как в новостях по телевизору говорят, что в Индонезии землетрясение. Да, нам кажется, что это для нас очень важно, но если у нас нету в данный момент родни в Индонезии, нам это, по идее, должно быть по руку. Не то, что нам не должно быть жалко несчастных азиатов, которые захлебываются в морской пучине, нет, но это нас не касается. И когда не было такого развития глобальной сети и телевидения и всего вот этого, то и быт был более натуральным. А сейчас вот нет. Поэтому я из ВКонтакте ушел, предпочтя заменить вот это вот искусственное общение более живым общением с вами мои немногочисленные, но я надеюсь, интересующиеся моей жизнью зрители. Пишите, возможно, у вас появились какие-то вопросы, какое-то обсуждение, выпуски короткие, то есть я не так много буду каждый день обсуждать, хотя, возможно, меня как-нибудь прорвет, и я буду 40 минут бугуртить по поводу того, что у меня паленая винда слетела или что-нибудь в этом роде. А пока что на сегодня все. До завтра. Возможно, опять сумбурно получилось, но сейчас половина 12-го, я только пришел домой и записываю сразу это шоу, поэтому извините, если сумбур. Все. До завтра. С вами был Александр Фарсайт. Спайсы и сохрани.